Что делать видеографу, если по какой-то причине была утрачена часть материала? Ну, например, в моей жизни такая ситуация была, и это был важный материал, да, это был танец молодоженов, он был утрачен. Потому что файл просто не открылся, я никаким образом не смог его открыть. Файл был, но он не работал, да. И это была ситуация, безусловно, неприятная. Как я из нее выходил? Ну, первое, да, то есть я перед показом, да, уже предупредил невесту, что вот такая неприятность произошла перед показом. И предложил сделать скидку, да, за такую неприятность. Что невеста впала, конечно, в эмоции, то есть это были слезы и все. Но, тем не менее, как бы я признал свою вину, то есть я не стал говорить, что это, то есть вот такая ситуация произошла. То есть я не знаю по какой причине, но файл этот не открылся, да. И предложил как бы сделать, ну, то есть как я могу эту исправить ситуацию, да. То есть какие-то пути стал искать. И я предложил вернуть какую-то часть денег, да. Но невеста предложила, то есть выход, это собрать видеозаписи с ее знакомых. Кто-то снимал на телефоны фотографии и собрать из этого танец. То есть так мы и сделали. Мы взяли эти записи, да, и собрали. То есть таким образом разрешили эту ситуацию. Главное, что в итоге все стали довольны, да, хотя ситуация была неприятная. И после этого я уже с этими же молодоженами еще работал, ну, снимал там порядка пяти детей от их, их знакомых и так далее. Да, то есть и какие-то свадьбы от них были. То есть в целом мы стали хорошими друзьями после этой ситуации. То есть не бойтесь, ну, даже если произошла неприятная ситуация, искать решение. То есть ни в коем случае не надо оставлять эту ситуацию без внимания. То есть здесь нужно будет проявить особое внимание к вашим клиентам.